Вы смотрите новости Запада Башкирии. Буднях сложной профессии правоохранителя, о сотрудниках, исполнявших служебные обязанности в Северокавказском регионе. Далее ребятам сотрудники полиции продемонстрировали приемы борьбы. В завершении мероприятия ребята с удовольствием примерили на себя бронежилеты, шлемы, противогазы, а также попробовали себя в сборке и разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова. Более 800 тысяч жителей Башкирии получили прививки от гриппа. Зарегистрирован сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога. Об этом сообщает Роспотребнадзор. В республике проводится прививочная кампания против гриппа. Почти 20% населения Башкирии получили прививки. Это 800 тысяч человек, из которых более 177 тысяч – это дети. Имеющиеся в наличии вакцины против гриппа обеспечивают защиту от штаммов вируса, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне, уточняют специалисты. В Кривическом отделе Центральной библиотеки провели итоги видеоконкурса «Мы любим стихи Мустая Карима». В нем приняли активное участие учащиеся школ города. Они посмотрели буктрейлер про жизнь и творчество писателя. Самым волнительным моментом стало награждение победителей. Ребятам вручили грамоты и призы. В Довлеканово проходит акция «Мыльный бум». Активное участие в ней приняла гимназия номер 5. Фонд благоустройства и развития города передали большое количество средств личной гигиены. Это мыло, шампуни, гели для душа и многое другое. В ближайшее время все собранные мыльные принадлежности отправят детям, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. В Бешбуляке состоялась лекция врача-онколога, одного из ведущих специалистов республики в этой области, Гульнур Нигмановой. На мероприятии, которое прошло в здании администрации района, обсудили вопросы профилактики и лечения онкозаболеваний, о рисках, возникающих при недостаточном внимании к своему здоровью. В рамках встречи каждый из присутствующих задал вопросы как общего, так и личного характера. Гульнур Нигманова осталась довольна состоявшейся встречей и выразила надежду, что благодаря лекции многие слушатели начнут более внимательно относиться к своему здоровью. В Туймазинском районе молодогвардейцы проверят качество школьного питания во всех общеобразовательных заведениях. В рамках мониторинга организации проверят состояние помещений столовой, соблюдение правил личной гигиены, способ подачи питания, технологическое оборудование, состояние посуды, ведение бракеражного журнала и многое другое. Школы номер 8 и 6 города уже проверили. В них в целом все соответствует действующему СанПинум. По реальным отзывам детей, питание подается более чем теплым и сытным. В Буздяке сотрудники пожарной части 71 провели пожарно-тактические учения на тему тушения пожаров в культурно-зрелищных учреждениях. Провели его в рамках месячника гражданской обороны. В ходе проведенных тренировочных учений отработали действия с персоналом районного дома культуры в случае возникновения пожара. Кроме того, отработали взаимодействие служб жизнеобеспечения и проверили готовность личного состава. Одной из основных задач гражданской обороны является выполнение мероприятий по подготовке и защите населения, а также материальных и культурных ценностей от различных опасностей. В Раевском прошли турниры по армспорту и стритболу. Соревнования состоялись среди юношей и девушек 2002 года рождения и младшим. На церемонии открытия турниров присутствовали заместитель главы администрации Ольшеевского района, председатель комитета по спорту и молодежной политике и директор детско-юношеской спортивной школы. Призовые места по армспорту в своих весовых категориях заняли обучающиеся гимназии села, школы номер 2 и школы номер 4. На сегодня это все новости. А сейчас переходим к прогнозу погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова